Когда мама находит свой интерес, она перестаёт есть своих детей и перестаёт есть свою семью. Тебе хотелось его задушить, но мне интересно. Я всю жизнь являюсь обладательницей третьего отрицательного резустофактора. Это всё так страшно, опасно, в котором пришёл, что у меня положительное резус. Я помню её реакцию, ну, вот с такими глазами. Но это неоспоримый факт. На ребёнке не было живого места от макушки до пяток. На пятках тоже были высыпания. Вы не представляете, какое за счастье матери видеть изменения своего ребёнка. А когда дома тепло, все пьют чай, всем хорошо. Я никогда про это не знала. Что, Надежда, доброе утро! Доброе утро! Ну, наверное, у меня тоже сегодня такое же интервью первое. И интересно было бы узнать, как изменилась ваша жизнь. И такое маленькое чудо, которое произошло в вашей жизни на закуску. И это всё после встречи с инфодайвином. Да, именно так. Можете поделиться? С удовольствием это сделаю. Потому что, слушая рассказы других людей, которые пустили в свою жизнь инфодайвинг, ты понимаешь, что это необходимо, чтобы другие люди тоже об этом знали. Я с инфодайвингом познакомилась с зимой прошлого года. Это была встреча с вами, Наталья. Когда я, случайно пролистывая перед сном YouTube, попала на маленький ролик, когда греется трактор. Я увидела вас. И вы в течение меньше минуты или полутора выдали суть информации. Я не смогла её даже словить. Но меня настолько это зацепило, что я этот ролик просматривала раз в 15 подряд. То есть вот я сидела, пока я понимаю, что я не могу даже поймать мысль, основную суть, которую вы хотите донести. Но она меня цепляет. И меня останавливает что-то не свайкнуть, а досмотреть и услышать. И раз на 10-й, на 12-й я что-то начала осознавать. Это вот сейчас говорю, меня мурашит просто неимоверно, потому что возвращаюсь вот в то состояние. И когда я услышала суть, что вы хотели сказать, я поняла, вот это оно, потому что я была очень долго в поисках, в поисках себя. У меня было много психологических консультаций, я постоянно занималась самокопанием. Я понимала, что что-то не так, но я всё время искала вовне решение своего вопроса. Я очень долго потом не могла понять, что со мной не так. Постоянные откаты, постоянные проблемы. Вроде бы ты чуть-чуть всплыл на поверхность, и в то же время тебя всё время забирает, утягивает на дно. В принципе, у меня семья, мне 35 лет, у меня супруг, трое деток, сейчас в ожидании четвёртого малыша. Я с уверенностью могу сказать, что это малыш инфодайвинга, потому что он появился именно в тот момент, когда, я имею в виду, появился, сама беременность наступила. Когда я находилась совсем, сейчас я это подключу, у меня просто не подключен. Когда я совсем в другом состоянии была, совсем в других, я начала чувствовать, я начала слышать людей, а самое главное не людей, я начала слышать себя. И это совсем другое качество жизни. То есть, в принципе, всё было относительно неплохо, то дети болели, то на работе не складывалось. И я сама себе как место найти не могла. Но я же не просто так всё время пыталась где-то что-то найти. И я помню свой первый стрим, когда я решилась задать вопрос, мне не ответили. Но так получилось, вы же не на все вопросы отвечали. Я ещё тогда не сразу поняла, что можно за вознаграждение. И когда был именно тот стрим, на котором мне ответили вопрос, что я вообще не слышу себя, я вообще потерялась. И самое главное, что я вынесла ответственность на всех, кого угодно, но меня дома нет. Поэтому и такие проблемы с детьми и всё остальное. Вроде бы я как была готова к этим звездюлям. Я же, ну, я видела на примере других людей. Думаю, да нет, я выдержу, я справлюсь, я молодец, я смогу. Это было неимоверно и больно. И в то же время, знаете, как разговор сам с собой, что вот оно. Ну, то есть вот ты всё время был рядом, но ты до этого не доходил. То есть ты как был глух, слеп. Я даже не знаю, какие можно подобрать слова. То есть ты всё время занимаешься самокопанием, ты достигаешь каких-то результатов, но твой откат, он значительно больше, чем то, к чему ты шёл, стремился и чего ты достиг. Но тогда у меня ещё вот это верю, не верю, знаю, не знаю, будет, не будет. Оно настолько жёстко во мне сидело, что мне нужно было, знаете, как доказательство. Вот искренне, как есть. Ну, должна же быть, должен же быть какой-то результат. Я же всё время за каким-то результатом шла. Я же чего-то всегда ждала, что сейчас я нажму на какую-то кнопку, и произойдёт волшебная ситуация. Или там, я сейчас куплю новый курс, и всё, я самый счастливый человек на этом свете. Ну, вот действительно было именно такое отношение. У меня, у старшего ребёнка, у старшего сына обнаружили герпес на руке. Я прислала фотографии в большом количестве. Он был обнаружен на сгибе локтевом и на ножке, также на сгибе. И он очень быстро распространялся, то есть разрастался, доставлял ему массу неудобств, потому что это было больно, это всё время текло. Он занимается спортом. Ну, то есть, как бы, ничего хорошего в этом нет. И я на следующих стримах задавала вопросы, что мне нужно в себе изменить, что я должна сделать, чтобы вылечить своего ребёнка. Я задала этот вопрос один раз. Я задала его, мне дали чёткий ответ в лоб. Я действительно услышала то, что мне сказали. Я поняла, что пока я не изменюсь, я не изменюсь. Ни ребёнок мой, ни люди вокруг, ни учителя, ни моя семья. Я пока не изменюсь, мой ребёнок не выздоровеет. И плюс была проведена работа вами, с Ириной, ну, прямо во время стрима. Я не помню, какие именно были, ну, манипуляции, но эта работа была произведена. И вы сказали, всё, ребёнок пойдёт на поправку, если мама только опять не завалится, вот, ну, твоё болото, в котором она была. И знаете, это было как, ну, ты же ждал кнопки, всё равно подсознательно. Я привыкла к тому, что вот, ну, сейчас с тобой. Я помню, я так сижу и такая, думаю, ну, всё. Тимур, подойди ко мне. Тимур подошёл на руке. То, что я видела, то и было. На следующий день Тимур, то же самое. И до меня дошло, что ты опять заваливаешься в то, в чём ты всегда и была. И началась работа. Тетрадка, ручка, стримы. Всё, что было на Ютубе, всё, что было на Пабайт, просто вдоль и поперёк перечитывалось, смотрелось, осознавалось. У меня ушли сериалы, кино, нелепые разговоры с подружками по телефону. У меня просто на это не оказалось времени. Просто, просто у меня на это просто не было. Анкеты осознавания. Первое время, кстати, я их проходила онлайн. И только вот совсем недавно я начала их писать от руки и сжигать. Это вообще просто до жизни и после жизни. Это, ну, просто, когда ты это прописал, пропустил через себя, через ручку, как ты обычно пишешь после стрима или после какой-то новой лекции. И ты в себе это нашёл, ты откопал, знаете, вот действительно на клад. Вот ты его раздрыл, ты вот как лопатой уперся в него, ты его достал с дрожащими руками, открыл в себе. Это может понять действительно только тот человек, который действительно прошёл этот путь. Не слышал и не сказал, да, у меня так было, а только тот, кто это действительно сделал. У меня была консультация. Очень болезненная консультация. Мне очень много, больно было, что слышать и принимать по поводу себя. Но это было. Тут волна была ещё изменений. И уже мы подходили к весне. И в какой-то момент, в какой-то момент, я понимаю, что у меня же Тимур болел. У него же были проблемы. Мы же пили таблетки, мы мазались кремом три раза в день. Но я этого не делаю. Ко мне подходит мой ребёнок, и я вижу абсолютно чистую руку. Я вижу абсолютно чистую, под коленкой кожу. То есть как будто вообще ничего не было. И уже прожив с инфодайвингом и весну, и лето, и осень, у меня осенью даже и в зимний период времени, вот сейчас, и не возникало страха, что это вернётся, что это опять появится на теле моего ребёнка. По той причине, что я чётко поняла и отследила в себе, где был источник этого заболевания. Что он был далеко не в ребёнке. Что этому всему была я, следствие. И я понимаю, что сейчас каждой маме очень сложно принять и понять, что, знаете, как раньше я жила, ну это карма, вот мне сейчас прилетит, вот мне опять пришло. Ну честно, это действительно же так и было, Наталья. И когда до тебя доходит, что вот это всё, это результат твоей деятельности, и ты за это, за всё несёшь ответственность, сначала очень больно, потом ты должен понять и принять это. Разрешить себе действительно, ну как бы, ну это же твоё, ты никуда от этого не денешься. Проработать и изменить. И только вот таким путём, не пропуская ни одну из частей, ты можешь к чему-то прийти. Мне очень сильно, я прочитала все книги, кроме последнего парадоксального восприятия, потому что она только в, я её ждала именно живую, потрогать. Это единственная книга, которая именно у меня, как книга, все остальные только в электронном варианте. Они на меня произвели все неизгладимые впечатления, но без практик и проработок книги мне, именно мне. Я такой человек, что мне кроме того, что прочитать, мне нужно погрузиться, прочувствовать. Недостаточно просто вот, ну мне этого не достаточно, мне нужно нырять больше, глубже и дальше. Но каждый раз ты можешь, обратиться, задать вопрос, прочитать, и тебе всегда придёт ответ. Я начала читать на сознании и подсознании, и для меня это был просто вначале тёмный лес. И потом на каком-то стриме вы сказали о том, что можно начинать, читать нужно всё по порядку, но книгу по чату мам можно читать в любой момент, с любой страницы, с любого, как бы, ну, ракурсах. И я, не дочитав, ну, книгу, приобретаю себе книгу по чату мам. Я её перечитываю уже второй раз. Это моя настольная книга. Мои дети здоровы, у них нет аутизма. Но я, как мама троих детей, и в ожидании четвёртого малыша, я понимаю, что каждая страница, каждое предложение, каждая история, она написана для меня. Понимаете? Вот именно для меня. Я нахожу и открываю, и знакомлюсь каждый раз с тобой. Когда я начала читать её второй раз, это вообще вот, не то, что у тебя складывается ощущение, что ты никогда её не читал, но это новое восприятие, новый виток. Её можно читать просто бесконечно. Просто. Вы не представляете, как она мне помогла. Помогла не только с детьми, с тебе разобраться. В отношениях с мужем, в отношениях на работе. Я вообще нашла себя. За это время с инфодайвингом моя жизнь настолько кардинально изменилась. По образованию я экономист. Я всегда хвасталась, что у меня два красных диплома. Я такая умная, такая замечательная, распрекрасная. Но, оказывается, это... Да, это неплохо, это здорово, это хорошо. Но благодаря инфодайвингу я нашла себя в массаже лица, в косметологии. Я приобрела новую профессию. У меня появился мой интерес. оказывается, я столько о себе не знала, у меня столько всего интересного и столько всего еще впереди открылось. Я бы никогда не поверила, что я буду заниматься... Вот если бы мне кто-то два года назад сказал, что я буду этим заниматься. Это что-то потрясающее. Когда мама находит свой интерес, она перестает есть своих детей и перестает есть свою семью. А именно это вы мне сказали на моей консультации, когда я еще не разобралась в себе. Просто когда были первые погружения меня в себя, я увидела тебя настоящей, я увидела свою суть, мне просто стало страшно. Потому что это были далеко неприятные образы. Далеко. И их было просто даже страшно увидеть, не говоря о том, что осознать и принять, что это ты. Это не просто там какая-то картинка, а это и есть твоя суть. Сейчас, вспоминая это все, этот путь, такое впечатление, как будто была прожита маленькая жизнь за вот этот период времени. И это действительно так. Потому что я очень долго топталась на месте, я очень долго искала вовне, что мне кто-то придет, поможет, спасет, решит за меня и все сделает, ну, все закроют мои вопросы и проблемы. Но, к сожалению, это не так. Это так не работает. И в то же время не к сожалению, а к счастью. Потому что у тебя есть возможность прийти к себе, к себе настоящему. Сказать, что на сегодняшний день я вот такая совершенная, свободная. Нет, я такой же простой человек, как и все. Я каждый день сталкиваюсь с эмоциями, с вопросами, с какими-то проблемами, с затыками. Но мне интересно их решать. Мне интересно разбираться, а что это, а как здесь. Я сама стала для себя интересной. Я когда вам писала, что у меня ребенок первоклассник, и ему неинтересно ходить в школу. я начала что-то там объяснять, писать, и ваш ответ, первый класс, и ребенку неинтересно. Я вообще, Надежда, ничего не понимаю. Думаю, Наталья, ну как же вы не понимаете? Вот ему, я сама с тобой разговариваю, ну как же тут можно не понять, ну ему неинтересно. И потом вот в какой-то момент вот тебя вот так вот щелкает, ну, и ты такой, ну да. А тебе в этот момент самому с собой было интересно? Ты как-то показал, или ты просто ждешь оценок, просто ждешь, что твой ребенок будет удобный, и учительница похвалит и скажет, вы молодцы. То есть, что ты ждешь? К чему ты идешь? Что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы твой ребенок был счастлив? Или ты хочешь, чтобы ты соответствовал определенным нормам общества? То есть, вот когда ты начинаешь каждый раз в каждую проблемку нырять, ты начинаешь смотреть совсем с другого восприятия. Не с того, которое от нас обычно требует наше общество, а так, как ты чувствуешь. И когда ты идешь в чувства, когда ты возвращаешься чувством, это совсем другая жизнь, все совсем по-другому происходит. Поэтому, еще раз повторюсь, я обычный человек, передо мной еще очень много всего интересного, что хочется познать, разобрать, что разгрести в себе. Каждый раз на новом витке ты сталкиваешься и с жадностью, и с конкуренцией, и с раздутым эго, но ты это прорабатывая в себе, все больше и больше узнаешь себя. Ты видишь отражение в своих детях. Я раньше говорила, что моя старшая дочь, она на меня не похожа. Вот спустя год работы с инфодайвингом, я поняла, что это полное мое отражение. Просто зеркало, в которое смотреть, работай, не хочу, каждый божий день. Я смотрю на нее и благодарю, каждый день, доченька, ты показываешь мне, мою, нетерпимость, несдержанность, эмоциональные сбросы, где ты себе врешь, где ты себя не слышишь, где ты на себя забиваешь, где ты хочешь быть хорошей девочкой. То есть вот все это я вижу в ней, даже если я сама себе начинаю врать, а она показывает, что мама, ты опять загулялась, ты опять завралась, ты опять куда-то скатываешься. И не нужно обижать к психологу, не нужно заниматься каким-то разбором. Просто посмотри, что показывают тебе твои дети, что показывают тебе окружающие. Если я еду на дороге и мне мигает встречная машина, что там свет неправильно включен или еще что-то, если я раздражаюсь, я сама себе задаю вопрос, что не так. Если меня это улыбает и я искренне, ну как бы, даю обратную связь к водителю на дороге, я уже ловлю себя на том, что все здорово, все спокойно. Сегодня у нас все спокойно. Ну правда, то есть вот по таким моментам, ну согласитесь, когда ты вот встречаешь людей, которые тебя раньше раздражали, ты не хотел находиться рядом с ними и сейчас ты к ним подходишь, а у тебя внутри искренняя благодарность к этому человеку, потому что благодаря ему ты осознал такой кусок, ты в себе столько раскопал и ты потом смотришь и думаешь, ну это же невозможно, ты же несколько месяцев назад при виде этого человека тебе хотелось его задушить искренне, доставить какую-то физическую боль, ну вот если это сильно тебя что-то сцепляло. А сейчас ты смотришь на него, ну это не назвать просветлением, да, вот, ну я не знаю, как хотите, так и называйте, но ты испытываешь искреннюю благодарность. Хотя у меня точно так же возникают какие-то вопросы, и я, ну очень, еще раз же говорю, есть моменты, где у меня возникают затыки. Я не могу сказать, что я на 100% разобралась с собой, но мне интересно разбираться, мне интересно нырять, мне интересно где-то давать какую-то даже обратную связь людям, если они спрашивают, ну если они действительно хотят это слышать, а не потому что мне хочется всему миру, как раньше, рассказать о своих знаниях или о своих возможностях. И это совсем другой уровень восприятия. Если сравнить себя до и после, да, вопросы остались, и есть над чем работать. Но когда у тебя внутри тепло, которое разливается по всему телу, когда у тебя внутри радость, когда ты ложишься спать, и для меня это естественная практика на сегодняшний день, и ты мысленно благодаришь всех тех, с кем ты сегодня был. Всех. Начиная от того, как ты просыпалась, поднималась детей, развозила их в школу, коммуницировала с другими людьми, даже если это продавщица в магазине, даже если это тот же водитель на дороге, но ты искренне его вспомнил и поблагодарил. Это... Я, наверное, повторюсь сотни раз, но это действительно другой уровень жизни, другой образ жизни. Я очень сильно раньше уставала, мне не хватало энергии ни на что. я очень часто болела. Вот насморк, простуда, живот болит, все что угодно, все что хотите. В прошлой моей беременности, после того, как я узнавала о том, что я ожидаю малыша, я постоянно переживала, что скажут врачи, какой сейчас будет анализ, что как будет. То есть вот для меня это было невероятно важно, а сейчас, что бы я ни увидела, мне достаточно нырнуть в себя и прочувствовать. Это вообще моя игра, я хочу в это играть. Или это меня не касается, и это пройдет мимо меня. Это меня даже не коснется, даже если будет миллион каких-то претендентов, указывающих на то, что ужас, кошмар, надо куда-то бежать и что-то делать. И вот мы плавно подошли к рассказу о чуде. Совсем плавно. Был курс родовый. Вы приезжали в Москву, вы очень много говорили о крови, вы очень много говорили о дарах рода, о благодарности роду, о ненависти к роду, о том, что кому род был должен. У меня эта тема, я думаю, как и у каждого человека, но где-то у меня она прям была очень-очень особенная. Когда мне нужно было выписать 50 претензий к роду, это было не просто претензии, знаете, как там, ненависть, жадность, алчность и все остальное. А это на каждую у меня была своя история, что тот дед той бабки не той не так сделал, от этого все пострадали, этот тому не дал, мне не дали, и опять мне не дали, а вот тут вот с меня спросили. То есть это каждый пункт, он был, как знаете, какая-то колоссальная работа, вот, ну, все свои претензии я вылила на бумагу. И каждый раз, заканчивая дописывать пункт, я вот так на себя смотрела со стороны, и мне было настолько стебно и ржачно, что это было, что я это так видела. То есть до меня доходило это осознание только в момент, когда я заканчивала писать этот пункт. Я на себя смотрела, и у меня не было к себе, знаете, там, отвращения, обращения, или, ну, но это было... Ты серьезно? Ты вот реально вот так вот думала? То есть вот это реально были твои чувства, было твое восприятие? Это, во-первых, это было все на одном дыхании, то есть я не неделю писала, как первый раз я писала 100 глаголов, я, наверное, их месяц писала, твои первых 100 глаголов. То есть это было вот как по наитию вылилось все из меня. Плюс была проработка. И после этой проработки, чтобы вы понимали, я немножко недорассказала, я всю жизнь являюсь обладательницей третьего отрицательного резуса фактора, и я об этом знала каждый раз каждую свою беременность. То есть каждый поход, потому что у меня отрицательный резус фактора, у супруга положительный, из-за того, что резус конфликт, за этим постоянно следят, врачи выносят на это очень много вопросов, и как бы это все так страшно опасно, мои карточки все обклеены. Но ввиду того, что его постоянно проверяют, где-то до 25 до 50 раз, до 1 беременность, у меня берут этот анализ. То есть даже когда ты идешь с бумажкой, тебе каждый раз его берут и проверяют. Я в себе чувствовала колоссальные изменения, и на своей семье я чувствовала, что происходит просто... Меня колбасило так, что я даже не могу передать. Ну, другими словами, я это чувствовала. И в этот момент у меня берут анализ. У меня берут заново новый анализ на группу крови и резус-фактор. Когда был готов анализ, ко мне подходит мой врач. Чтобы вы понимали, это специалист с более 25-летним стажем, который занимается не просто родами, а и ведением беременностью. Она практикующий врач. Она подходила и к заведующему отделения, то есть показывала мой результат, в котором пришел, что у меня положительная группа крови на резус. Она держит мой результат, смотрит на меня, искренне не понимая, что происходит. То есть она мне это преподнесла, как, знаете, формулу уникальности. Что ты вот у нас вот такая вот, ну, первая уникальная. Я в себе не чувствовала, ну, то, что это уникально. У меня-то в голове барабанит сразу только одно. Проработка рода была настолько серьезной, настолько глубокой, что даже кровь не смогла не отреагировать. Это четвертая беременность. За все беременности не было прецедента. Не с резусом-фактором, не с группой крови. То есть все было очень стабильно и ровно. И именно в тот момент, не могу, говорю, меня просто все ошитое. Мне и смешно, и стебно, понимаете? Потому что я помню ее реакцию, ну, вот с такими глазами. А мне настолько смешно, меня настолько распирает, потому что человеку, ну, в медицине, в определенных, ты не объяснишь, что. Ну, если ты скажешь, что с тобой произошло, он просто покрутит пальцем у виска и отправит тебя куда-то подальше. Ну, действительно, так и есть. И она при мне звонила в лабораторию, говорила, что, пожалуйста, вот мы сейчас будем пересдавать. Вот у девушки никогда не было. Вот нам нужен вот такой-то результат нового анализа. То есть уже даже не шел разговор о том, что это возможно, ну, о том, что... То есть в медицине, официальной медицине нужно подтвердить то, что было всегда. Ну, как бы... Но это неоспоримый факт, который не вычеркнешь. Результаты все есть, как бы... И... Я тоже не знаю. Как хотите, так и воспринимайте эту информацию. Самое главное, что это для меня и что это в моей реальности происходит. То, что со мной происходит, что происходит с моей семьей. Мне кажется, это самое важное, что может быть. Плюс за этот период времени не сказала, вот, допустим, по поводу старшей дочери. У нее аллергия пищевая с самого рождения. Настолько серьезная, что мы отгрызались от грудного вскармливания в полтора месяца. Знаете, отказались от грудного вскармливания. На ребенке не было живого места от макушки до пяток. На пятках тоже были высыпания. На пятках. Но благодаря инфодайвингу за этот год мы абсолютно отказались от антигистаминных препаратов. В летний период времени мы выезжаем на море, свободно гуляем, свободно перемещаемся. Да, есть какие-то вещи. Ну, то есть, она не абсолютно здоровая. У нее есть насморк, да, какие-то проявления. Но она... Мама же еще в себе до конца не разобралась. Давайте называть вещи своими именами. Вот. Но это совсем другое качество жизни. Это совсем другой уровень жизни. Сейчас мы занимаемся уроками благодарности. Вот. С моим партнером Эльзой. Она со своими детками. Я со своей старшей дочерью. Буквально за несколько недель вы не представляете, какие изменения произошли у моих детей, особенно у старшей дочери. Она была закрытым колючим ежиком. Вроде бы уроки, которые мы ведем просто для себя. Мы же все делаем для себя. Просто. Ребенок открывается совсем с другой стороны. Ребенок начинает себя чувствовать. Она говорит такие вещи, которые она не говорила никогда. Я думала, что я никогда не смогу ей помочь. Никто не сможет. Ребенок просто ныряя в себя, начиная себя чувствовать. Вы не представляете, какое это счастье матери видеть изменения своего ребенка. И когда ты понимаешь, что это все было, потому что ты сам себе врал, ты сам себя обманывал, такое облегчение, когда ты уходишь от этой модели, уходишь от этого стереотипа. Это потрясающе. Все, что связано с благодарностью, все, что связано с детьми, оно происходит просто вот так, по щелчку. Дети очень быстро открываются. Дети очень быстро дают обратную связь, показывают, как можно жить по-другому. Это просто счастье. Вот вы начали с Эльзой, прошу прощения, вы с Эльзой начали вести уроки благодарности, и эти уроки на самом деле, они же могут помочь огромному количеству семей. Дети очень легко, очень легко берут эту новую модель восприятия мира через призму любви к себе, через призму любви к жизни, через призму, действительно через призму благодарности и тому же самому роду, родителям, окружению и так далее. Самое главное себе через призму благодарности. И когда они так привыкают жить, они просто, они цепляют болезни, они просто находят в себе интересное дело. И даже в школе они находят уже сами интересы. Пошло-пошло, вот это развитие идет, и оно нестандартное, непривычное, но при этом ребенок счастлив с утра до вечера. Это невероятно. Вы молодцы вообще, что сделали этот шаг. Я думаю, что вы продолжите это дело и несете благодарность. Я бы хотела, чтобы она была и в общеобразовательных школах, и везде, но пока как есть. Но самое главное, что уже есть люди, которые несут это и дают детям, и обучают детей. Обучают детей быть счастливыми и здоровыми. Причем, когда мы собирались запустить этот проект, было столько сомнений, было столько разговоров. Мы очень много разговаривали, но никто не предпринимал никаких действий. То есть вот были разговоры, что надо начать это, надо начать то, потом один, два, три. И мы же еще и вдвоем, две тетки, это все как бы, ну, если бы еще кто-то проснулся со стороны и сказал о том, что может хватит болтать, может начнем делать. И оказывается, для этого-то ничего не нужно было делать сверхъестественно. Никакого сальто в воздухе делать не пришлось. Но когда я помню, первый раз дети садились на уроки, они вообще не понимали, что от них хотят. У меня когда дочь услышала, что можно благодарить солнце, что оно, оказывается, нас греет, ребенок в пятом классе. Наталья, наискренне вот здесь сидела, рядом со мной, она говорит, мам, солнце? А потом, оказывается, у меня ребенок очень любит дождь, очень любит дождливую погоду, очень любит смотреть из окна и смотреть, как идет дождь, а когда дома тепло, все пьют чай, всем хорошо. Я никогда про это не знала. Я никогда не знала, что мой ребенок очень ждет снега, очень любит снег, что ей, ну, от этого очень приятно. Я никогда не знала, что для нее, оказывается, так страшны оценки, что это так важно в ее жизни, чтобы ее какие-то преподаватели оценивали, как они считают нужным и важным, а не то, что она думает о себе. Понимаете, это когда вот, ну, что самое интересное, на первых уроках мы пытались простраивать, ход урока, какую тему мы берем, как мы развиваем, наводящие вопросы. Но как оказалось потом, когда наши дети почувствовали вот эту волну, и они, мы посвящаем, допустим, урок благодарности, уроку, допустим, практики солнышка, да, вот как это делается, как это, что ты чувствуешь в себе, а они перешли на тему интереса, насколько им неинтересно учиться в школе, или интересно находить новый интерес, кто-то начал приносить, показывать свои работы, поняли, ну, что кто умеет, кто что делает, то есть это все, по сути, дети ведут урок в дальнейшем сами, то есть вот, ну, все как вот, их ненужности, дети, как в школе учить, рассказывать, вы должны это, или вы должны то, ты просто покидываешь тему, ребенок начинает вливаться, и ты просто ему помогаешь, ведешь, показываешь, задаешь вопросы, то есть, ну, мы даже не могли подумать вначале, что это будет именно так, мы немножко, мы об этом говорили, но мы даже не представляли, что вживую это действительно будет именно так, но сами уроки, это хорошо, но то, что происходит после урока, это, я помню, как первый раз после нескольких уроков, маму нашу понесло, мама начала, поднимать голос, и уже чуть ли не доходить до чего-то серьезного, и ко мне подходит моя дочь, вот так ко мне прильнулась, и говорит, мамочка, я тебя благодарю, ты, наверное, устала? Наталья? Счастье, просто счастье. Это может понять только тот, кто это на себе испытает. Когда мой младший сын, который, ну, как обычный ребенок, ко мне сейчас подбегает, целует, вот так вот, целовывает, знаете, с такой, или просто нежно, и говорит, мама, лю-лю, мам, лю-лю, мам, лю-лю, и смотрит мне прямо в глаза. До этого ребенок, этого не делал никогда. Это не сравнится ни с чем, просто ни с чем. Поэтому, ну, что здесь еще можно сказать? Это, это только проживать, это только чувствовать, это только блокноты, книги, курсы, стримы, это постоянная работа. Это не так, что ты один раз что-то посмотрел, и все, и ты куда-то улетел. Нет. Это действительно постоянная работа. Работа в паре, это что-то потрясающее. То есть, ну, когда вы постоянно работаете, постоянно ныряете, расшарашиваете информацию, где-то куда-то по запросу ныряете, получаете обратную связь от людей. Знаете, как я раньше этого боялась? Я боялась даже просто послушать, что у людей в семье происходит, или какую-то проблему, чтобы на себя ничего не нацепить, чтобы к тебе ничего не прилипло. А каждый раз сейчас, слыша какую-то новую историю, или попробовав в чём-то разобраться, я понимаю, что каждый раз я прихожу к себе. Это как в той книге по чату мам. Там мама писала свой вопрос, и другая мама ей пишет свой ответ. Но каждое, ещё раз повторюсь, предложение, каждый вот этот вот кусочек и фрагмент, это как будто всё для тебя. И ты находишь ответы на свои вопросы. Хотя изначально, когда ты открывал книгу, у тебя этого вопроса, может быть, и не было. Я не знаю, как была написана эта книга, я писала вам про это. Для меня это просто какой-то восторг. Я сейчас с таким удовольствием и желанием жду вторую книгу в январе. Потому что то, что вы уже выкидывали маленькие ролики, я понимаю, что это просто разорвёт, это поможет гигантскому количеству людей увидеть, что жизнь, она другая, что это не ад, что это рай, и он вокруг нас. А мы просто про это забыли. И это необходимо людям, чтобы они выходили из этого автоматического состояния. Сейчас, когда ты отслеживаешь на себя со стороны, ты каждый раз, о, а тут опять тебя, а тут опять привычная реакция. Зачем? Вы понимаете, вот как, вот ты когда с тебя со стороны, когда ты вот уже в это во всё входишь, а когда ты начинаешь создавать, Наталья, когда ты начинаешь создавать, это, это просто, это такой стёп, это когда ты видишь проявление. Я вспоминаю себя, ещё раз возвращаемся к вопросу о ребёнке, о заболевании. Ну, помните? Это точно-точно пройдёт? Я точно-точно вижу результат. Это же такой стёп. Ну, это неимоверно, просто неимоверно. И я желаю каждому услышать, проснуться, найти себя, нырять в себя, раскопать себя, познакомиться с собой, открывать себя и жить в интересе. Надежда, спасибо огромное, спасибо огромное. Я просто сама сидела и получала удовольствие. Удовольствие от общения с вами, удовольствие слышать вас и видеть себя в вас. Спасибо большое, Наталья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова